Девочка-пай Здравствуйте, ребята! Программа «Давай дружить» вновь приглашает в гости самых юных и любознательных зрителей. Вас окружает очень много интересных и полезных предметов. Из чего они сделаны? Для чего человек их создал? Сегодня мы внимательно рассмотрим обувь, которой каждый из нас пользуется каждый день. Ребята, вместе с Сашей и Ириной отгадайте загадку. Привет! Всюду-всюду мы вдвоем неразлучные идем. Мы гуляем по лугам, по зеленым берегам, вниз по лестнице шагаем. Но чуть вечер наступает, остаемся мы без ног. А без ноги вот беда. Не туда и не сюда. Что ж, ползем под кровать. Будем там тихонько спать. А когда вернутся ноги, вновь поскачем по дороге. Кто мы? Туфли. Башмачки. Какую обувь носят зимой? Зимную. Сапаки. Вареньки. Какую обувь носят летом? Летную. Сантори. Туфли. Босанушки. Кровтовки. Кровки. Керри. Вопрос потруднее. Вы можете назвать демисезонную обувь? Это обувь для переходной, часто дождливой погоды. Для весны и осени. Молодец, Саша! Ну, тогда это легко резиновые сапоги, ботинки и полусапожки. Обувь, как и одежда, бывает очень разная. Повседневная, специальная. Ребята, помогайте мне. В какой обуви занимаются спортом? Спортивные, керри, кростовки. Еще чешки, фуанты. Дети какую обувь носят? Детскую. Мужчины носят мужскую обувь, а женщины женскую. Ну вот, быстро во всем мы вместе разобрались. А для чего, как вы думаете, нам нужна обувь? Ну, это просто. Чтобы не морли, не спадкали, не мортили. Наши ножи. Обувь в основном изготавливают на обувной фабрике. Но еще остались мастера, которые шьют обувь вручную. Их называют сапожниками. А теперь главный вопрос. Из чего же делают обувь? Посмотрите внимательно на обувь в нашей студии. И подумайте, из чего она сделана. Основных видов обуви всего пять. Это сандалии. Сандалиями называются все виды обуви с ремешками. Туфли – это обувь, которая закрывает ногу, но не выше щиколотки. Более высокая обувь называется ботинками. Самая высокая обувь – сапоги. Полуботинки – это обувь между ботинками и туфлями. Давайте, ребята, я буду называть материал, а вы будете мне показывать обувь, которая из него сделана. Резина. Веди новые сапоги и колусы. Из резины делают обувь, которая защищает ноги от тачка и шеростей. Кожа. Кожаные ботинки, туфли, сандалии. Не забудьте мои любимые кроссовки. Наиболее часто в производстве обуви применяют кожу коровы или свиньи. Также используются искусственные кожи, которые имеют те же свойства, что и натуральные. Следующий материал – мех. Меховые супаки-тапочки. Войлок. Валенки. О валенках я хочу рассказать подробно. Невозможно представить Россию без валенок. Эта обувь помогала нашим предкам согреться в зимние морозы. И сейчас валенки носят зимой в нашей стране. Это не только красиво и удобно, но и полезно. Потому что валенки сделаны из овечьей шерсти. Представляете, валеная обувь спасает ногу даже от жары. Здорово. Я не знаю, что валенки такие классные. Попросу мамы, чтобы мне купила. Изя, валенки сейчас носить можно. Обувь защищает наши ноги. Чтобы обувь служила долго, ее надо Мыть и сушить. Еще чистить кремом. Ухаживайте за своей обувью. Смотрите наши передачи, из которых вы узнаете еще много интересного. До встречи! Пока!